Здравствуйте! На телеканале ЛАБА время новостей. В студии Татьяна Чистова сегодня в выпуске. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор осветил строительство лабинских часовен. В день сотрудника органов внутренних дел лучших полицейских чествовали в городском доме культуры. В минувшее воскресенье 11 ноября в Лабинске с визитом побывал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка осветил фундамент будущей часовни в спорткомплексе «Олимп» и благословил строительство часовни в санатории ЛАБА. Подробности в материале Людмилы Никоновой. Воскресным утром архипастор Кубани посетил Свято-Успенский храм. Владыка провел божественную литургию. На службе присутствовали глава Лабинского района, глава города, депутаты законодательного собрания края и председатели советов. На богослужение пришло большое количество прихожан. В программе визита митрополита освещение и строительство двух часов. И на одной из них будет построена у входа спорткомплекса «Олимп». Митрополит обратился к собравшимся у объекта спортсменам. Как архипастре Кубани, рад вас всех видеть. Неизвестно, что вы много занимаетесь спортом. Среди вас уже есть чемпионы, награжденные за ваши труды. Спорт – дело нужное, благородное. Нужно развивать силы физические, духовные. Я от всей души желаю вам успехов, помощи Божьей в ваших трудах, в ваших делах. Я сердечно благодарю воспитателей, учителей, которые занимаются с молодежью, с детьми. У нас сегодня с вами очень большой праздничный день. Ибо Владыка дал согласие побывать здесь на комплексе. Встретиться с лучшими из Лобинской молодежи, благословить и напутствовать их на дальнейшие победы. А также окропить фундаменты строящейся часовни. Поэтому давайте мы, как это принято всегда, с такой энергией, силой, живостью, поприветствуем Владыка. Поблагодарим его за то, что сегодня он с нами встречается. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Часовни сей, крепление воздействия, священное во имя Отца и Святого Духа. Владыка осветил заложенный фундамент часовни и, следуя традициям, положил порцию цементного раствора. Высшим духовным лицом также одобрен эскиз часовни в честь иконы Божьей Матери «Нерушимая стена», которая будет помогать лобинским спортсменам добиваться высоких результатов. Я очень рада, что тут построят такую часовню, она нам будет помогать в спорте, все могут подходить, помолиться. Будет часовня, спорткомплексы, это очень хорошо и взрослым, и детям, и родителям. Строительство часовни в спорткомплексе доверено фирме «Белатрикс». И руководитель говорит, что уже весной будущего года планируется завершение работ. Это наш опыт первый. Строительство предполагаем закончить два месяца, это будут общестроительные работы. И весной приступим уже к отделочным работам. Поэтому где-то планируем в начале мая уже полностью закончить и передать объект в патриархат. Еще одна часовня, но уже в санатории Лоба в честь иконы Божьей Матери Семистрельная будет построена в скором времени. Освящение строительства также провел митрополит Кубанский. Для того, чтобы люди, приезжающие и приходящие сюда, укрепляли свои силы душевные и телесные, здоровье получали. И здесь также и духовно себя подкрепляли, приходя в этот храм, для молитвы к Царице Небесной. Храни вас все, Господь, на много и благая лета. Генеральный директор санатория поблагодарил владыку Сидора за то, что он откликнулся на просьбу осветить строительство часовни и пригласил митрополита со всей епархии поправить здоровье в Лобинской здравнице. В последние годы в Лобинском районе ведется восстановление строительства храмов и часовин. И, как отметил митрополит, развитие духовности в нашем районе на высоком уровне. «Троительство ведется везде на Кубани, но Лобинск и Лобинский район у нас впереди всех. Это меня радует, как архипасторя. И я считаю, что очень нужно дело – строить храмы, часовни. Я вас уверяю, будет больше нас храмов, часовин, будет меньше тюрем и мест заключения, колоний». Православные часовни в Лобинске появляются не только в микрорайонах, но и на территориях учреждений. Это говорит о сохранении традиций. «Вы знаете, и в старое время, и при лечебных учреждениях, при школах, при высших учебных заведениях, на местах заключения тоже храмы были, чтобы везде человек, христианин мог прийти и успокоить свою душу, помолиться, получить подкрепление духовное. И я считаю, что и в учреждениях строить храмы тоже очень полезно, нужно. И чем больше будет храмов, то это будет польза для всей нашей Кубани». «Необходимость давно возникла, просто не было возможностей, не было средств для этого. Сегодня мы уже готовы построить часовню, поскольку тело и душу оторвать невозможно. И когда люди приезжают оздоравливать тело, то возникает необходимость и оздоровить душу. Я считаю, что строительство храма позволит нам повысить нравственность наших отдыхающих, наших жителей города, которые могут приходить и помолиться Господу Богу, попросить какую-то помощь, обратиться к нему и высказать все, что у него как бы на душе скопилось». «Днем в нем ничего не делается. Все идет постепенно и идет так, как вот задумывает человек, не всегда получается. Так быстро и так гладко. Вот сегодня как раз совпало таким образом, что освещены места и фундамент освещен под часовенку. Это в спорткомплексе «Олимп», «Божьей Матери нерушимая стена». А ведь еще это было замысленно тогда, когда сдавался спортивный комплекс. Поэтому владыка с удовольствием принял приглашение осветить фундаменты, потому что у него состоялась хорошая, добрая встреча с молодежью. Это молодежь спортивная, молодежь, которая всегда украшает лицо Лобинска. И вот состоялась хорошая такая добрая встреча. И владыка произнес такие слова, что пусть вам помогает и Божья Матери, чтобы всегда вы увеличили и успехи в спорте. И правильно очень было сказано, чем больше сегодня будет построено часовен, храмов, тем больше людей к ним придет, тем меньше будет людей по за углами у подворотних, особенно молодежи. И вот мы с вами находимся на территории, где заложен храм-часовня Божьей Матери, умягчение злых сердец. И владыка особо обратил внимание на то, что очень правильно делается это в Лобинске, потому что и спортивный комплекс, где будет часовня, и место отдыха очень большого, сегодня уже серьезного санатория, где отдыхают люди. И все это делается от добра, от пожелания самых добрых настроений, убеждений, добрых таких вот наших традиционных православных черт характера людям. И чтобы люди больше любили друг друга, относились друг к другу теплее. Лучших лобинских полицейских чествовали в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В городском Доме культуры собрались представители власти, работники ОВД всего района, общественность и ветераны полиции. Далее Жанна Вебер. На торжественное мероприятие полицейские пришли в парадных мундирах. В Большом зале городского Дома культуры собралось несколько сотен ветеранов и отличников службы. Первым для поздравлений стражи порядка с профессиональным праздником на сцену поднялся начальник отдела МВД России по Лобинскому району Юрий Галота, поблагодарив полицейских за самоотверженный труд. Хочу всех поздравить, пожелать здоровья, успехов и чтобы наше количество выхода на службу совпадало с возвращением. Всем счастья, здоровья и любви. С профессиональным праздником полицейских поздравили и первые лица города и района. Депутат законодательного собрания края Владимир Михайлов, заместитель главы района Александр Демченко, мэр Лобинска Василий Клюев, председатель районного совета Ренат Жарков, атаман районного казачьего общества Игорь Юренко и председатель общественного совета при отделе МВД Екатерина Пищелова. Отличившимся сотрудникам вручили медали, нагрудные знаки, грамоты, ценные подарки, отметили повышением по службе. Всего поощрены около 140 защитников правопорядка и ветераны. Я с удовольствием поздравляю сегодня с праздником ветеранов отдела внутренних дел. Именно ими писалась славная история лобинской милиции и сегодня полиции. Я думаю, что те люди, которые сегодня несут службу, в состоянии продолжить славные традиции, приумножить их и преувеличить, и никогда не допустят того, чтобы о лобинских милиционерах, полицейских говорили что-то плохое. У вас очень сложная и трудная профессия. Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не усомнились в своей жизни, в правильности выбранной профессии. Я хочу пожелать вам твердости, стойкости и мужества. Я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда ощущали поддержку и понимание своих коллег. Я хочу пожелать вам мудрого, строгого, но справедливого руководства. И я хочу пожелать вам, чтобы у вас всегда был надежный семейный тыл. Чтобы вы после службы возвращались домой без потерь, невредимыми, с чувством исполненного долга. С праздником вас! С Днем работника полиции! Приятно видеть сегодня знакомые лица тех людей, которые отдали лучшие годы службе в милиции. Независимо в каком подразделении ни служили. А всех о вас добрая память в сердцах наших лобинчан. Вы сегодня передаете свой богатый опыт нашим молодым сотрудникам. Хотелось бы каждому пожелать вас канун профессионального праздника добра, счастья, мира, здоровья. Вашим семьям и близким спокойствия. Чтобы всегда в городе Лобинске было тихо, спокойно, всегда над городом светило прекрасное солнце и было голубое небо. Приятным сюрпризом для собравшихся стало появление Сергея Ткаченко, много лет возглавлявшего Лобинский отдел. Он также был достоин награды. Меняются века и времена, меняются политические формации, а сыск вечен. Поэтому мы, мы, я не разделяю вас никогда, этому отделу отдано 33 года моей жизни. Я что бы вам хотел сказать? Самое лучшее время, поверьте мне, для меня, когда я служил в этом отделе, и для вас, действующих сотрудников, в самое лучшее время, когда вы сейчас, на боевом посту, когда вы нужны. И не слушайте желтую прессу, не слушайте злопыхателей. Запомните, вы самые мужественные, самые прекрасные люди, потому что вы стоите на защите добра от зла. Удачи вам, спокойствия жизненного, мудрости, житейской и мужества при выполнении воздушных на вас задач. Подарком для виновников торжества стал концерт в исполнении артистов Городского дома культуры. Жанна Вебер, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба». Пришло время узнать прогноз погоды. О нем нам расскажет Ирина Бирюкова. Ирина, а какой погоды ждать нам 13 ноября? 13 ноября, по прогнозам синоптиков, нас ожидает ясная и теплая погода. Подробнее через несколько минут. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин